аналитики опасаются что встреча в москве президента владимира путина с премьер-министром венгрии виктором орбаном который считается его союзником но кто бы вот мог подумать правда может спровоцировать новый раздор в рядах единого как никогда прежде евросоюза венгерский премьер который надеется договориться о дополнительных поставках российского газа может помешать другим лидером европы выработать общую позицию в отношении кризиса вокруг украины передает евроньюз то есть в переводе с официального языка правды и европейских ценностей на бытовой русский нехороший дядя орбан ведет себя как нормальный лидер нормальной страны отвергая ритуалы по зеленой энергетики и что еще хуже преследуя национальные интересы ах что же скажет по этому поводу уважаемая ли я хиджакова впрочем если то что скажут лучшие люди россии да и просто интернациональные борцы за вашу и нашу свободу вот уважаемый михаил борисович ходорковский подтвердит с берегов женевского озера мы отлично знаем то от путина в этот раз снова прилетела мелкая оподлянка и кто бы сомневался конечно в сторону несчастной украины которая имея собственную трубу по которой течет тот самый самый грязный газ в мире стала закупать молекулы тоталитаризма через поток турецкий теперь попутно выплачивая последние деньги из хилого и закредитованного под крышечку бюджета не только москве но и все тому же будапешту долгосрочные контракты сейчас позволяют венгрии получать российский газ в пять раз дешевле рыночной цены в европе об этом собственно и безусловно подло и заявил на днях президент российской федерации владимир путин на встрече с премьер-министром виктором орбаном провернул так сказать наждачок незалежности что в киеве несколько раз вспотели и есть отчего хотя кстати с учетом того что в стране вечно холодных батарей сейчас лютые напряги с отоплением тоже неплохо согласитесь хотя бы погрелись а дело конечно в том что если ранее поставки были чисто виртуальными то есть киев просто отбирал российский газ из проходящий через его страну трубы то теперь впервые в истории ох уж это наша держава самых больших антирекордов украина начала физически импорт газа из венгрии то есть будапешт заключив в декабре 2021 контракт с газпромом на поставку четырех с половиной миллиардов кубических метров газа ежегодно в течение 15 лет просто обошел украину на повороте забрав все бонусы себе и кстати хочет еще ибо орбан также сказал что венгрия заинтересована еще в увеличении поставок российского газа еще на 1 миллиард кубометров в год где-то сейчас кстати есть все подозрения хлюпают носом хоть в болгарии хоть молдавии потому что вторые все очень хотели жить по рыночным правилам и теперь не знают что продать еще чтобы расплатиться с газпромом который почему-то перестал давать в долг а во-первых могут внимательно смотреть как турция получает деньги за тот самый транзит за который прямо сейчас могли бы получать болгары ну и маленькие украинцы тоже должны бы в теории записать что россия может давать прекрасные цены на голубое топливо как это кстати было всего лишь несколько лет назад однако без виз требует жертв и это точно не конец истории